Спасибо вам за приглашение, что не забываете. В самом деле ситуация была вначале очень тяжелая, в 2004-2005. Я, наверное, быстро пробегусь, не останавливаясь на моих слайдах, потому что Дмитрий основную часть показал, с чего начинали, то есть, в самом деле, не знали, как подступиться. Сначала небольшое напоминание о том, как мы распределили финансирование со стороны французской стороны. Вы видите третья строчка, это как раз по Гренихе. Мы в итоге с 2005 по 2013 год за 8 лет вложили 46 миллионов, приблизительно столько же российская сторона, Росатом. То есть, те результаты, которые были достигнуты к 2013 году, имели за собой не просто интересные идеи, но и конкретные цифры. Ну и другие цифры, потому что мы работали, мы и Франция, не только по Гренихе, но и по другим объектам в общей сложности больше 100 миллионов. Исходное состояние вы видели, еще раз показываем, то есть, вон, инфраструктуру вы видите, какие, то есть, надо было, естественно, их восстановить. Для того, чтобы начать работать, надо было изучить ситуацию с точки зрения радиационной безопасности, для того, чтобы понять, каким образом подступиться к этому делу. Надо было все это оцифровать и так далее. Вот, два типа топлива, потому что, естественно, для того, чтобы улучшить ситуацию радиационную, нужно было в первую очередь вывести оттуда топливо и обезопасить с точки зрения радиологической. Вот, ну, Нидрий уже рассказал про оба типа топлива. Что интересно, то есть, у нас подход не ограничивался, естественно, только Гренихой. Нужно было понять, куда это топливо будет перевезено, чтобы не, ну, чтобы избежать риска, что проблема из Гренихи будет перевезена куда-то в другое место без того, чтобы была она решена. Вот, поэтому мы, естественно, разобрались с ситуацией, насколько маяк, где предполагалась переработка топлива, готов к этому. Там, где были недочеты, опять же, мы выяснили совместно с российскими коллегами, что нужно сделать для того, чтобы привести в состояние работоспособное, безопасное, и профинансировали, софинансировали эти работы. Следующая, ну, вот таким образом перевозилась, то есть, выгружалась, Дмитрий уже показывал. В стороночке внизу вы видите одну из больших работ, которые мы провели на маяке, для того, чтобы восстановить работоспособность горячих камер. Исходные конечные состояния, Дмитрий об этом говорил, несколько фотографий, показывающих, каким образом мы работали, и очень важный момент, что почему так долго длилось? Казалось бы, ну, вот оно, топливо пришли, собрали, увезли на маяк. Конечно, нет, потому что речь идет о радиационной и о ядерной безопасности. Поэтому предварительные работы, изучение, анализы, тренировочные работы для того, чтобы позволить себе начинать реальную работу, занимали очень много времени. И их анализ проводился не только российской стороной, ну, и также французской. Очень много российских предприятий было задействовано, те, которые входят в состав Росатома или нет. Например, Игорь сейчас делал презентацию от спецтехкомплекта. Это очень важный партнер в свое время для нас был. Ну, и для того, чтобы показать, что у нас не была программа помощи, у нас была программа партнерства. Вот, пожалуйста, цифры об этом говорят сами за себя. Приблизительно по 50-55 миллионов за тот же самый срок было выделено французской и российской стороной. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.